Хотел бы с вами поделиться вот такими основами аховой историко-культурной испадщины, лишь как не было суммно, больше так практично, и вот такими основами пракции с историчными ландшафтами. Ну, конечно, я хочу сказать, что вот, до этого часа, что мы все говорим про ахову испадщины, про ее необходность, мы все достаем на такой позиции. Размовы про необходность захования аховы испадщины необходно уже спинять. Тому что про ахову испадщины говорится не один десяток год, зараз нам ленивы не ведая, что испадщину треба аховывать, зараз распроцелано законодавство в ахове испадщины, зараз выяснена державная политика в ахове испадщины, есть только один момент. Но жаль, законодавство в ахове испадщины практически не працует. Я говорю, что есть в область права, а лишь отсутничает правоприменение возле этих нормативно-правовых и техничных нормативно-правовых актов. И тому зараз праца у сферы аховы испадщины полягая в первую очередь, больше в правовой работе. Запустите гэтае механизмы, сбалансовать правоприменение у гэтае галине. И, разумеете, конечно, гэта справа в першую шагу державная, а лишь грамадскость можа уплыват на гэтае процессы. И грамадскость павинна уплыват на гэтае процессы, и она нават не павинна от гэтае ухиляться. Как вы ведали, один из артыкулов нашей Конституции, на кольке я памятую четвертый артыкул, ну, не памятую докладный номер, и он, обавязывая кожного гражданина, клопотиться про историко-культурную испадщину Республики Беларусь. Так что это не только наше право, право на удел ахове испадщины сформулировано в четвертом артыкуле закона об ахове историко-культурной испадщины, а в Конституции сформулированы наши обавязки у гэтае галине. Что мы можем рабить и акроматскость? Вот, саправды, вельми часто, калей вы сочатся, и за публикациями все подымается пытание. Нищаются историчные будынки, нищаются историчные будынки, там знищены фальвары, там знищены, например, флигель, там знищены, например, страдавни бровар, там знищена страдавня в городе Забудова. Практично у всех гэтае выпадки, яке у нас выпадываются, гэта тычатся саправды историчных будынков. Олежь я повтораю, историчных будынков, а не историко-культурных каштовностей. Потому что, ёсць историчный будынок, и, я говорится, органы улады, ничто не примушае, зарабить зым, все, что можно зарабить, потому что права гэта дозволяя зарабить, потому что будынок немае ни якого юридичного статуса. Калі историчный будынок отрымливая уже статус историко-культурной каштовности, то уже ён формальна знаходзіць в патаховай дзержавы, і навад у нас, у простых грамадзян, з'являюцца в руках прававыя механізмы да абароны гэта работа. І таму, на дадзіны момент, калі гаварыць, дзержавны спіц гісторико-культурных каштовностей, гэта документ, які затвержаны пастановый савета миністров Рэспубліки Беларусь, документ, які не з'являецца константы, ён дэнамічны, кожны вод ён допаўняецца, ісменяецца, тому шка кожны вод з'являюцца пастановы савета миністров Рэспубліки Беларусь аб сменах і допаўненнях ў дзержавны спіц гісторико-культурных каштовностей, возикар дзержавны спіц гісторико-культурных каштовностей, ў нас фіксуе амаль 5 тысяч нерухомых матеріальных аб'єктов, які з'являюцца павніками. А лэш гэта далёка не ўсё архітектуры. Гэта помнікі горда-будавництва, вот помнік горда-будавництва, не комплексна історико-культурная каштовностя, гэта ж ваша у Витебску, напрыклад, гістарічны центр. Ён мае статус помніка горда-будавництва. Ёсць помнікі архітектуры, ёсць помнікі археологій, дарэчы, помнікав археології, ў нас досыць багата ў дзержавной спісі, і ма быць звыше 30-ти адсоткав дзержавного распісу Рэспубликі Беларусь, гэта помнікі археології. А мінавіта, ось, гэта баланс, гэта баланс на карысть помнікав археології смістіўся, ну, нават я был гэтым светкам, ў 2009-м годзі Інстытут історіі падняў все матыр'ялы нябошчыка Вячеслава Капытіна, Могилёвскага археолога, ён был загадчикам кафедры археології Могилёвскага педагогічнага універсітэта, ну, тады яшы педагогічнага інстытута, ён зарабіў сплашное даследування Могилёвскай області, багатые ёго матыр'ялы заховувалися в архиве інститута історіи, і просто всіх гэтые матыр'ялы, практично шістсот помніков по Могилёвскай області были представлены на Раду, им был нададен статус історико-культурной каштовності, а в 2010-м годзі постанове сабмина, ну, Раду рекомендовала, а в 2010-м годзі Совет Министров постанове гэта замоцаваў. І вот минавито тады, колькость помніков археології просто істотно павісілася ў дзержавны спісі Республіки Беларусь. Калі гаварыць пра помнікі архітектуры, то ў нас з ўсяго дзержавного расписа, ну, каля 15% гэта непосрэдна помнікі архітектуры. Ну, вось, можна займацца ўсімі помнікі історіі, і помнікі історіі, ну, помнікі історіі гэта васнованы монументы, гэта васнованы історичныя мястіны, навад нікатурыя архітектурныя аб'єкты у нас маюць статус не архітектурного помніка, а помніка історіі, тому што яны для нас важны не як архітектурны аб'єкт, яны не маюць вот такіх ось адмєднах архітектурных вартосі, згодна якім яны маюць статць помнікам архітектуры, але ж яны маюць сувіць с пэвными падзеями, с пэвными асобами наші історію, наші культурі, і таму отримуюць такі помнікі статус не помніка архітектуры, а помніка історію, і відповідну шифрацію в державному спісі Республіки Біларусь. Ну і ось працювати треба з усімі помніками, конечні, сачыць за виконанням законодавства на аб'єктах історико-культурної спадщини, які внесі на держспіс, і саме головне, так як держспіс, все шляки, у нас яще у дочиненні до усій архітектурної спадщини має досыць невеличкий сегмент тих аб'єктов, які оховуються державою. Я можу сказати, тільки по наших таких досыць умовних подликах, литерально з усіх крыніц, на території Біларусі, каля 6 тисячам аб'єктів, які варті, надання статуса історико-культурної качнівності, меновіта і помніки архітектуру, і городу Будавниць. А в державному спісі, ну, їх парадку 850-900. Так що вельми, вельми великае таке поле для роботи. І вельми важная задача – це створення правового поля, якоє буде оховувати і ті аб'єкты, які зараз знімають статуса. Правовое поле створається… це досить складний процес, я не скажу, що це просто, це, звісно, треба і працювати, це треба, навіть буває, і весь вельми такою довгую тераписку з міністерцію культурою, але ж законодавство нам дає досить великі можливості по створенню цього правового поля. Ну, якоє законодавство? Я вам скажу, що виявлення матеріальних об'єктів і нематеріальних проявлінням творчіця чалавека, які можуть уявляць історико-культурну каштовність. І затым парадок мінавіта надання статуса гэтым об'єктам визначається, по-перше, законодавство історико-культурної спадщини. Гэта таке вось артыкулы 17, артыкул 18, артыкул 19, артыкул 20, артыкул 21, артыкул 22, 23. Гэта артыкулы, мінавіта закона, яны даюць, я гаворецца, основную схему гэта процедуру. Але ж, ну, любой закон, і любий юрист вам розплумачить, любий закон як нормативно-правовий акт, немає просто радеєння. Закон – це деклярація своє сабліла. Под закон подводяться технічне нормативно-правове документы ну, так званые подзаконного характеру. Гэта постановы царіта міністрів, гэта постановы миністерства культуры, гэта цамыя розныя технічне регламенты. І ось, для того, каб расшифроваць гэта артыкулы закона, так само єсть пэлныя нормативно-правовыя документы на узровні сабмина на узровні Министерства культуры Республіки Беларусь. На узровні сабмина єсть такая постанова саріта міністра Республіки Беларусь от 15.06.2006 года, номер 762. Гэта постанова і задзверджена шерох положеньню у галіне працы з історико-культурной спадчанай, і в тим ліку задзверджена положеньня аппарадку вядзення дзержавного спису історико-культурных каштавності Республіки Беларусь. В гэтым положеньні єсть глава 3-я парадок унісіння прапаном об наданні статусу історико-культурной каштавності. І ось, коли уз'яць закону паху іспадчанай, уз'яць гэтае положеньня, все становиться на свій місце. По-перше, надаваць прапаномы по наданню статусу мае право любая физичная і любая юридычная особа. Просто можеце от любой юридычной особы ціто як громадянина Республіки Беларусь подаваць гэтае прапаномы. Законом гэта прадуглежена. Затым, што трэба робіць, каб падаць прапаном? Прапанома, прапанома повинна включаць, згодна положенью аппарадку введення Дярспіса, глава 3-я, яна повинна включаць обгрунтованні прапаномы, повинна включаць генеральны план, сіто схему, сіто цугунную, с пазначэнням аб'єкта на гэтаі сітоаційній схемі, і повинна включаць прапанома фатаздымки, каляровы, десять на пятнадцать, рэгламент фатаздымков по меру визнашны, десять на пятнадцать, колькась их не визнашна, написано так размито, в колькасі, які дозволять визнашить вартосі аб'єкта. Ну, калі робіць фатаздымки аб'єкта, калі ма гаурым пра архітектурный аб'єкт, гэта зробіць трэба някалькі панорамных дымков, каб мінавіта бала бачна, як аб'єкту спрымаець цілу на выкольному сяродку, і, адповідна, пастарацца сфотографаваць артаганальна, калі гэта махчыма, калі не махчыма, ўже цынжай кроккі, все фасады аб'єкта, і пэвные найбольш цікавые архітектурные деталі на аб'єкці. І, звычайно, гэта фатаздымкаў достаткова. Генеральны план – це ситуаціонная схема. Канечні, генеральны план – це работа архітектора. Гэта геа падаснову – 1.500, ціто 1.2000, ціто 1.1000. Просто грамадзянин гэта не зробіць. Можна зробіць просто схему, акуратна вычарціць. Вот, наприклад, в уліце, стоїть жарах будынкаў, і на схеме пазначыць, што гэта такето будынок. Зараз, прай, як говорецца, системе гугл мапс, яндек мапс, яндекс мапс. Гэта в уголі елементарно робецца. Просто грэцца з подорожнюку з дымок кавалка територій, і на гэтам з дымку пазначаецца аб'єкт. Можна знайсці, калі, бач, глыбока даскледуваць і архівная планы, і архівная топографічная карты, і на них знайсці гэта аб'єкт, і пазначыць місце знахожыня гэта аб'єкта. Так шо, в прынцяке, гэта рэальна робіць і приватному чалавеку. І саме головне – обґрунтавання. В обґрунтавання повинны ваходзіць звєсткі об місце знахожыні аб'єкта, затым – описання і мастацкая оценка аб'єкта, затым – звєсткі історичній звєсткі про гэта аб'єкт, і аб'ляскава повинна быць назва аб'єкта, тому што згодна вашей прапановы каліяна стануші разглядаецца гэта назва і фіксуєцца в дзержавному спісі, і гэта дарэчы немалаважна, як назваць аб'єкт, тому ша дарэ тага часу, в 2007-м годзі, як був сфакуваны дзержавспіс, ну, основа дзержавспіса зараз він папаўняецца, вельмі часто аб'єкты туды включаюцца, ну, я б сказал, с такімі назвамі, які бутым пераглядаюцца, корректуюцца гэта лишнія работа. Бутым і дзе па корректурокі назваў, ёсць целых шэрах такіх прыкладаў, калі навад датыровка неправильная, функціональне призначэння будынка, на прыклад, неправильная ставецца, і бутым все гэта дарабатываецца, все гэта выправляецца. І абавязкова паінна быць дакладны адрыс гэта гэта аб'єкта, паштовы, і хто з'являецца ўласнікам, ці владальнікам аб'єкта, ну, дакладная назва, ціто дакладная прозвіща імя па пацьку асобы, ціто дакладная назва юрыдвичная асобы і юрыдвичны адрыс уласніка, ці владальніка аб'єкта. В прынцыпі, в прынцыпі, прапанова на гэтым зроблена. Йось яшчэ адзін документ гэта інструкція аппаратку фіксацій, науковой апрацовки, мастацкай ацэнкі выявленных матеріальних аб'єктаў і нематеріальних проявліням творчісті чалавека, які маўць ёвляць гісторико-культурну каштовнаць. Гэта інструкція затверджена постанова і Министерства культуры Республики Беларусь от 31.05.2017 года, номер 26. Тут візначаецца больш подрабязна, як треба робіць апісання аб'єкта, навад візначаецца рэгламент, якім шрифтам, які палі, які інтервал, ну, і калі вы выконываецца ўсє гэтае апавязкі, ну, ўсє гэтае выконываецца ўнавіта умовы, які прапісны в нормативно-правовых документах, складаецца гэтую прапанову, вы прапанову накероваецца ў Министерства культуры Республики Беларусь. Дарэчы, згодна дзеючаго заканадавства Республики Беларусь, кампетэнцея па наданню статуса історико-культурной каштонасці, гэта не кампетэнцея мэссунах уладава. Гэта кампетэнцея толькі Министерства культуры Республики Беларусь. Парадак наступны. Прапанова выносіцца на паседжыні Беларускай Республиканскай науково-медаточнай рады па пытаннях історико-культурно-испадщини при Министерстве культуры Республики Беларусь. Там прапанова разглядается. Калі прапанова разглядается станоуча, науково-медаточнай рада рекомендуе надат статус титу тому, титу тому объекту. Пасля того, як рекомендація отбыліся на паседжіні рады, все гэта оформляєцца протоколам. І далі згодна протоколу паседжыні науково-медаточнай рады раз на год Министерства культуры рыхтуя проєкт пастановы Савета Министрів об унісіні змінного дапаўнію дзержавну спис. Засылая у Савет Министрів, і Савет Министрів вже затверджає гэтаю прапанову. Об'єкты вноситься в дзержпіс і кончаткову вахоцець подахову дзержавы. Нарече вельми добре такі і вельми корыстне. Хочу сказаць вам нюанс. Як тільки ви склали прапанову, як тільки ви дослали в Министерство культуры Республіки Беларусь, як тільки Министерство культуры Республіки Беларусь гэтаю прапанову зарегістровала і прийняла, об'єкт одразу обаходить до розгляду на науково-методичній рады подахову дзержаву. На його в полному об'єме розповсюджується законодавство об акулі історико-культурної спадщини. Тобто, навіть ви подали прапанову, все, і коли саб'єктам нєшта відбувається по нічій ліні, гэта єсть находа для юридичного реагування. Так що, в принципі, в принципі, законодавство в гэтій галіні дає нам широкі омаршимості. Прапанову складати, розумієте, не так тяжко. Саме головне не розшавроватися до гэтара. Я можу сказати по опыту Республіканського совєта товарі Славову і Помнікову. Ми кожний год в Міністерство культурі накеруваєм каля 20-25 пропонувок по 20-25 об'єктах. Становше розглядається прикладно 50% пропонувок. 50% Титул накерувається на допрацовку, Титул Новгородов'я таточна рада, дає одновне заключення. Но я за усе одалежу, що навіть 50% вийнік, це вже вийнік дуже добре. Тому що коли ми цього не зробимо, коли ми не будемо підсвати, навіть цього 50% не отримаємо статус полніка. Зараз я вас хочу познайомити, знаємо більше такими нашими пропонувами, який статус отримує. Частко отримуємо, частко відпрацовується. Ну, наприклад. Все ми бачимо, що в 2013 році було 150 років, 150 років за дня повстання 1863 років. Ну, от наш Республіканський Савет. У Мінську там створалися різні консультативні советы по святкованню цієї дати, середні державних об'єднань. Нас повсюди запрошали. Ми не в один, я говориться, в таку структуру не вайшли колективну, тому що не хотілося куплять час на просто пустые розмови. Ми вирішили відзначити 150-й годі повстання, я говориться, по-своєму конкретно і справи. Ми підрихтовували три пропонуви от Республіканського Савета і одна пропонува була підрихтована одним нашим активистом у городі Горки. Магирівській області. Гэта вось пропонува Косова. Косова – могила паустанців на рымокаталійських могилках, якая була ушанована таким крыжом гранитным. Гэта меморіалізація у Косові на могилках отбылась в 1933-м годі, коли були 60-е годки паустанні, ну і тады на території західній Беларусі, яка була в складі межвоєнний Польщі, в складі другой речі Респалітті, польські влади ушановували все містіны, які зв'язані з паустанцями. Гэта крыж була поставлена в 1933-м годі, і могила була доброго працькована, а лише статуса не мела. Ми склали пропонуву на статус. Гэта фотофіксация – гэта вось. Ну, ми зробили вот такую привязку до місць особи. Ми взяли в екапіровку мапи двухлёрстки российського генштаба 70-х годів, 19-го статусі. Вот позначили там, де могилки знаходяться. Ми взяли топографічну мапу польського генштаба 1932-го года. Так само позначили територію, де знаходяться могилки. Вот взяли савецкого генштаба 1982-го года кілометровку. Так само позначили територію могилок. І в Гуловскі з дымах територію могилок. І гэта вось і ёсць мінавіта адзін за способом позначення аб'єкта мінавіта на схемі ціто, як названа в генеральній плані. Таким чинам гэта зроблена. Ну і написали невеличке текстове аб'рунтавання. Невеличке текстове аб'рунтавання зробили. І досылали все гэта в Міністерство культуры. Досылали мы гэта разом з прапановай по милавідах. Милавіда – гэта в Богу лі знакавае місце для паўстання. В мае 1863-го года там адбалася самая великая битва на територію Беларуси пачас паўстання. На працегу трогдзёна гэта битва вялась, тому шта паўстанцы там трымалі свой умацаваный лагер. І отрымалася, калі паказаць топографію, тут 30-й год кілометровка польського генштаба. І тут бачыці, на польській генштабовскій мапе 30-го года пазначна гэта міста 1863-й год на генштабовскій мапе. Затым генштабовская мапа польськая 32-го года адна кілометровка, адна кілометровка савецкого генштаба. Ну і з птушынага палёта сітуація. А сам меморіалу глядае наступным шыном. В 1933-м годе, так само на 60-е годке паўстане, минавіта на могиле паўстанцу, а лагер гэта знаходзіўся ровненька на шашы старой Варшавкі. Як я зараз называўся, гэта Москва-Варшава, шаша адна з першых шасированных дарог в Российскій импері. Як гэнзе з Москвы на Смалянск, на Рослову, на Прапойск, на Рохачоўу, на Бавруйск, на Слуцк. І да есце Слуцка тут і старая дарогі, Копрын, і вось там знаходзіцца меловіды. І паўстанцы меловіта трэмалі гэтую шашу. Яны незарма зарагіли ў Мацланы лагері, яны перакрывалі стратегічны адъект для Российской импері. І от битва там была, па адзін бок шашы, пахаваны паўстанцы. В тридцать третьім годзе польская влада і паставлены вот там такая класичная капличка. На другім боку пахаваны Менавіта, як зараз гэта модна назвать, удзельнікі антетеррористичныя операций. То есть пахаваны жалніры і офіцэры царського войска, які змагаліся супраць паўстанцам. А в 1863 годзе там могила, просто дорога патцаряє дві могилы. І ось цей великий чугунний крыш паставлены баў в 1913 годзе на 50 годзе паўстанне царськой владой. Перад перчей сусветной войной. І мы выросили, што треба падаваць ансамбліва. Тому што саправдуе, это вельми символична праздарогу. Две братскія могилы. Земля паўстанцаў, земля паўстанцаў, земля паўстанцаў, ёудзельнікаў карницкіх войскав. І мы падалі, ось гэты мінавіта ансамбліва, ось гэты комплекс на статус історико-культурной каштовнасці. І таксама гэты комплекс атрымаў статус історико-культурной каштовнасці. І затым падалі яше ў вёсцы Плябань, гэта под Маладзечна. Там могила паўстанцаў з адзела Юляна Бахштанцкаўа. Паўстанскі адзела, які вояваў на території Вилейскаў Павета ў Виленске ў Берни. Тут пяўстанцаў паўстанцаў пахавана на території стародавніх могилок. Ну і мы таксама ось тут пазначынне на самых розных пірядаў мап. Но тут ў нас была махчымасць, калі мы рыхтавалі гэтаю прапануму, в Товарыства Аховы Помнікаў. Накіравалі на краязнавчую практику студентаў природознавчага факультета адзеління географії наше рапето университета Минскеўа. Ну, суэзістыў, што кай бот университета керавал моў особисты сябра, ну, один з наших актыўных сябраў Товарыства Аховы Помнікаў, и он доцэнт на кафедры там агульной географії, то я им адразу даў заданне зробіць докладны план могилок. Ну, фіксаціў моў не робіць, но менавіта привязаць гэта в масштаб и градусныў сетку. И вот яны зробіли в масштаб и градусныў сетку, и навад привязали стёжку, и вот гэту саму маўю. Вот тут зробіли супердакладныў привязку гэта гэта га объекта. Ну, это просто пашамцавала. Магчымас мы, звычайно, хатя ў нас ёсвае геодезичныя силы, ёсць, я гаўльцца, магчымас рабіць навад супердакладныў пасъёмку, ну, гэта працес вельмі складаны, таму шта, на жаль, мы нидзе не можам раздабыць себе ўкарыстаўне личбавы, тахеометару, карыстаўмся аптычным теодалитам, то, што можам раздабыць. Та пасъёмка аптычным теодалитам гэта сам працес вельмі складаны, а паўнешэ бач складана гэта вымалёване плана. Гэта ўкоглі вельмі складана, дарэчу займаецца гэта мой малодшы сын, ён пакутуў ад гэта 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 гэту ёму богу. Гэта гэту ёму і дякуў богу, што ён у мене, гэта гаўрэцца, вучыцца на паведной спецааўсці можа гэтымі прыбомі корыстацца. Тарэча ён нават ўэтым гэта ўже атрымлівае дэпломы, не будзе займацца гэологіей сваёй и топографіей, а будзе паступаць ў аспирантуру на ахуу спачны. Я вот, как затягнула археологія гэта я спарал, што ён туі спецааўсцца, яку ўчыцца ўже будзе кідаць і будзе займацца именавіта ось такімі праблемамі. Аху ба спачны, археологія. И в Зрабілі гэта гэта Горацкі, гэта Ілля Заранок, ён мясцовы журналіст, на тариторііі парка, па башаваны, ўдзельнік паўстанне, Дамарацкі ўйцца Хеосфьович, на самому сході Беларусі студенты Горацкай академі і таксам паўстанне. І там був адзел ўдвіга Звяждовскава, якого звалі Сякера, ну ў яго гэр був Сякера, і був адзен самых актывных адзелів, яны на Вадгоркі захапілі, на три дні па шас гэта гэта бою Дамарацкі загинул, і маўла ўсахавася, і ось гэтай маўилі таксамы нададзіны статус гісторико-культурныя каштовнасі по нашай прапанове. Ну, калі галаріць, ўсё паказываць не буду, ўт ўсць цікавыя аб'екты, які мы навад робілі, паішлі трошку далі, трошку далі мы пашлі в сваіх прапановах, таму што нам гэта бэллі цікава. Вот, напрыклад, ёсць такоя цудовнае мястэчка, ёсць такоя цудовнае мястэчка, як Новысь Вержынь, пад столбцами на левым веразі немана. Там руїны синавоги. Руїны синавоги. Вось, руїны синавоги выглядають наступным шином. Гэта сярэйзіна 19-го стабодзі. Ну, і могу сказаць, конешні, па нашай прапанове, статус гэта бэллі не бэллладаць. Тому што руїнированый объект, Министерство культуры. А леш ми отрымалі на гэта мяцэнны ўопэт, тому што, окрамя з руїнами синавоги, мы падняли архівные матеріалы, гисторичные матеріалы. І спеціалістами нашей архітектурной секції была зробліна гэнавіта графічная реконструкція гэта синавоги, мэнавіта в 3D. Ну і зробліна така ескізная документація. Так само по синавозі. Фасады і агульний план. Той ісць, аб'єкт статуса не отрымал, але ж для архіва, для далейшого навукового опорачэння ми зробліли матеріалы, які для дослідчиков можуть быць корисними. Так само, ось, зараз, зараз, зараз. Аб'єкт, який у нас от церкви Слуньчини по одной прапанові, а шесь церквів дуравляных отрымалі статус. Ось такі прагажунки на Слуньчині. Отрымалі статус. Церкви початку 19 роста годзі без менов, аутэнтака і не мэлі статуса. Статус я не отрымалі згодом рашэння рады в 12-му годзі, з довгодного постановы Сальміна – в 13-му годзі. Таким чынам ми просто заробіли юридична подстава, каб гэтай аб'єкты не перебудовуваліся. І всі яны знаходзіся одна недалёко від другой, і што нам дозволяє визначать особну шкілу традиційного дойліцтва царковного, слонімського религіону у початку 19 роста годзі. Тому што, ви бачите, с тылёво яны практична всі аднолькові гэтай церкви. Целая регіональна школа. Даразі, в минулому годзі в гэтайм регіоні ми відкріли шкілі царкви, про яке я не відомо, минулі в гэтайм регіоні. Не в забаві будем так само робіть пропонування. І тільки одна царква вибивається своїм головним фасадом конструкцією – царква в Старых Дів'ятківічах. Там зі сполучено мураванне дойліцтво, зрубне дойліцтво. Шулы мураванне, мураванне портик, а ось уже закладні деталі стенок – це вже драулянні бруси. Так само початок XIX ростоводі, але ж царква там, де вельмі моцно сказався «уплів профісійного дойліцтва», «уплів класіцизма» на народне дойліцтво. Так що, в принципі, на цих прикладах можна говорить, що цілком можна праціваць з цим. Саме головне – це справді, варто притримлюваць тих документів, які визначають форму пропановы. І саме головне – ніколі не треба відчаїваць, коли Міністерство культуры присылає вам лист, що ваша пропанова не відповідає. Визначним критеріям її треба запрацовуваць. Треба зв'язуваць з Міністерством культуры, там заусюда єсь контактний телефон, канал Целіста, треба визначаць, що як заусюду я не йдуць на суставч, на рекомендацію, я просто рекомендую гэта робіць вам, тому што, наприклад, я паступаю трошку па іншим. Калі мене такоя прыходзіць, я гэта аспрычмаю, пасылаючыся на 19-й артыкул Закона Абаху іспадчны, які прадуглєджывая, што єсь два спосаба выявлення історико-культурных аштурностів – гэта профісійнае выявлення па дорушэнню Міністерства культуры і выпадковае выявлення. Калі просто громадзянін па ваш і усе. Згодна 19-го артыкула при выпадковым выявлений чоловік повинен просто поведавити Міністерство культурі письмо про робіць, а далі Міністерство культурі повинна іниційоваць само складання пропановы. Ну, ось, і коли мені приходзіць, що ваша пропанова не відповідає, я згодзіду пишу в Генпрокуратуру і в Савмінськару, звичайно я гэта аспрышваю, звичайно пасля гэта скаргаў, мене двіфаднує начальнік управліня пахові історико-культурна іспадчаны запрашає, ми починаєм дамавляцца, ўже, як гаварыцца, як вам афіосі в кабінеці дамавляємся. У гэтам годзі Ігор Мєфодзівіч трошкі на мене пакрылжны, тому што в минулым годзі мы іниціваліць у праць Міністерства культуры судовы працэс, суд для чиновніка історико-культурна історико-культурна заPымея віканавча органы, колі я распачнаю садовый процэс. чит어도 мои папличніки распачнаюць, па-паминнах садовое процэс. Я заусідливаю, што врашэні питань ў працудах цялкам нармана, гэта цавілісованна шлях развязывані stack надоң пытанил, і колі ми не можам просты дамавіцца памощабай і не можам высначыць някі гераралі іапазіціы, для чабу Суды исстворан, для чабу Isствораны August- процессуальный кодекс и гражданский кодекс. Но я вам это не раю, потому что мы этим занимаемся, потому что у нас есть 6 лучших профессий юристов, которые нас потребляют, говорится. Но, працававший уже столько лет в этой галине, уже и сам становишься юристом. Если вы занимаетесь этой справой, и вам, нужно искать компромиссию с Министерством культуры, потому что, в принципе, что-что... Я за все договору. Вельми шмат, кто лая наших чиновников. Я за все договору. Чиновников не треба лаять, у чиновников треба учиться. Потому что у чиновников треба учиться корыстаться нормативно-правовой базой и её трактовать. Это не оценная школа. Потому что, кали, минавито, не по трактованному почать с певным чиновникам спречку, по певному юридичному питанию, чиновник за все договору выиграет. Потому что он за все договору працует с нормативно-правовой базой. И он за все договору вас переиграет. Потому что, отзвучайно, грамотяне працуют на эмоциях. А чиновник працует с непосредным юридичным материалом. Тому обовязково, кали вы отшиваете, что юридичный педрыхтовок не има, треба стараться шукать компромиссы. Не треба домовиться. Это шлях конструктивный будь, а шлях выигрышный. Шлях конфликтный можно робить, кали вы отшиваете за собой силу. Ну, гэта каратенька про минавито Ахова Спадчны. Зараз я хочу сказать вам наступную такую галину. Ну, гэта тычется и непосредно вот самого Витебска. Гэта вельми важные такие пытанье. Гэта працы с культурными ландшафтами, и працы непосредно с полными объектами. Ну, мабыть, вы, яши, молодые, и поднимите руку. Кто памятает город Витебск, кали яши не был обновлены в Успенский собор, кали не была обновлена Добровещенко, кали не была обновлена Рынковая церква? Кто памятает? Ну, я памятую Цудовно Витебск. Да, а вот зараз поравняйте вот тое уражение и сучасное уражение, кали у сего только три объекта. Одну. Я вижу, что просто Витебск кардинально поменялся. Витебск просто с такого визуально прибитого такого провинцина губернского города, на вот горшин губернского города, який старичный центр, я бы выглядал до узвядзения гэтых храмов, просто стал городом визуально вельми привабным, городом высокого узоровню. То есть, заявилось у сего только три доминанта. Вот это тогда ратуши. Город Зусим по-иншему загулял визуально. Вот это называется один из преподов працы с ландшафтом. То есть, вельми грамотно, науково оборонтовано, обновили объекты. Все. Город Зусим по-иншему выглядая. Зараз, до речи, город Витебск переживает, я бы сказал, полный переломный момент. Вы в курсе тени, что вот литерально, литерально, все, уже экспозиция мапы скончилась. У вас проходит обмеркование генерального плана вашего города. С 23-го лютого, и по-моему, по ученый день у Ключна, в отделе архитектуры была экспозиция схемы генерального плана, до 23-го века можно подавать письмовые зауваги и пропону по генеральному плану. Коли генеральный план будет затвержен, это значит, будут переглядаться детальные планы, проекты, детальные планировки. В Треблику будет переглядаться и картоваться проект детальные планировки по историческому центру Витебска. И тому гранично важно ведать принципы працы на территории исторических центров, потому что исторический центр – это сформовавший ансамбль, это сформованный культурный ландшафт. У Богля, что есть такое исторический центр? Что есть такое городский культурный ландшафт? И он имеет несколько складников. По-перше, по-перше. И он имеет такие складники и самым основным. Без какого не обидимся. Вот до речи. До речи. Зараз такое питание. Кто мне может назвать наистарейший помник архитектуры и города Будовницкого – города Витебска? Самый-самый-самый старый. Куда я еще? Я даже еще всех ловлю на этом питании. Я могу сказать – «Так ладно такий ж помник самый старый в Париже, так ладно такий ж помник самый старый в Берлине, так ладно такий ж самый старый помник в Берне, таки ж самый старый помник в Минску». Нет, это историчная планировочная структура. То есть, историчная планировочная структура – это той каркас, на яким потом будуется город. И когда историчная планировочная структура навод страчна, заховываются документальные известки, которые позволяют ее обновить, это заявляется основным помником, потому что все остальные, то есть городские паттерны, городские территории в межгородских кварталах, непосредственно помники архитектуры, они все навязываются на историчную планировочную структуру. И когда в историчном городе руйнуется историчная планировочная структура, ну, ниякие працы, ниякие працы по обновлению кропковых объектов не воротовую ситуацию. Городу историчный дух не вернешь. У вас в Витебске да, историчная планировочная структура фрагментарна сломана, а лишь только фрагментарна. Шматликие кварталы засталися и тратировка улиц не кранутыми в межах историчных червоных линий. Затым у вас засталися досыць великие лакуны, там, где, когда присутничала высокошильная городская забудова, ну, а лишь она была знищена. Часткова пошкоджена подчас другой суфитной войны, часткова была знищена, як один з моих любых выразов немецко-фашистскими оккупантами в 60-е и 70-е годы, в 20-е годы, потому, что у нас вельми часто до этого часу любят знищение помнеков списывать на немецко-фашистских оккупантов, а починаешь разбираться их то в 50-х, то в 60-х, а то и в 70-х годах в этой помнеке просто-напросто познищали. Ну, вот, як у вас добровещенку в 60-х годах, это целый анекдот был, який спочатку по инициативе городских областных уладов вывели с падаховой державы, зруиновали, а потом руином знову кунадали статус помнека. Такая ситуация подобная была у Минску, доминиканский костел, и он еще до войны бил статус помнека, и он был пошкоджен в 1943-м годе подчас советской бомбардировки Минска. пошкоджены. В 1946-м годе, не глядяш на то, что это было пошкоджене советской авиацией, за пошкоджены помнек, за гэты помнек, з немца узлупили репарацию. А в 1951-м годе, наводневый, не позбавившись статуса помнека, излупившись немца у репарацию, его просто за одну ночь разборили. Есть такая ситуация. Ну таких ситуаций у нас вельми много, и я вот за все договору, что у нас вельми часто, вельми часто створяется летний культ особый, и миф про вашего земляка, извитившись Петра Машерова, який вельми мощно потребливал белорусскую культуру. Уникальнейшие помнеки 18-го Ростоводди, такие, як Полоцкий иезуитский костел, Фашовский иезуитский костел, близничные, миновито по особистому распоражению Машерова. Мы зауксеты так жартуем, мы жартуем так, что в 1880-м годе Машеров разбился, это была провокация Ховы Пумникова. Это наш жарта, а что? Оказывается, это докладно, это подтверждается документально, мы изначили оповедные документы. Разумеете, у Машерова уже на столе ляжал пакет документов на подпись о полном снищении всего хистеричного центра Минска. И миновито возле этой автокатастрофы Пирожко делал ему это. Доброе. Ну, вот я хочу протянуться. Ну, на жаль, стало себе так, что мы, вот так вот, на такие вот узровень со своими специалистами, ну, нашему громадскому введению вельми форшенцовало тем, что в конце 2009 года в наш склад пришли вельми цудовные, молодые, талентовитые архитекторы и дизайнеры, вельми, я бы сказал, цудовные специалисты у сферы працы с историко-культурными каштовностями. И с 2010 года мы распочали працу поширого объекта разом с ими, утворили архитектурную секцию. И то, что с 2010 года мы пошли супрацовничать, но у нас в Беларуси есть так само громадское объединение, белорусское отделение ИКОМОС, ну, международный комитет хого-эспадщины и историчных местин, хого-комниковых историчных местин. И при ИКОМОС есть проектное бюро, там где, так само, судовные специалисты, особенно, Игорь Раханский, хоть не архитектор, а физик по адукации, в нашей белореставрации назначали его лабораторию физико-химичных доследований. Ну, и он просто, как мы его называем, судовный креативщик, и он просто не концептуалист, он нарожает суперские идеи, что в дочинении архитектурных решений, что в дочинении дизайнерских решений, что в дочинении на экспозиционных, музейных решений, потому что мы разом працуем не только на городобудовничих объектах, робим распрацовки архитектурных объектах. Вот зараз мы с УПОЛЬНО, проектное бюро ИКОМОС, выступая генеральным проекторовщиком по консервации, частковой рестаурации и доброупорадку Нюгальчанского замка, а мы партнеры с ними працуем в этой галине, а лишь мы распрацовывали целый шерох таких музейных решений, музей в Ашмянах, реэкспозицию мы робили, зараз мы и нам вельми подавальцах, это оказывается вельми цикавая тема, нам заказал наш Минский тракторный завод экспозицию, концепцию экспозиции, а позднее будет и проект экспозиции именно вида тракторного завода, музея тракторного завода. Как мы заусюду жартуем, самое великое наше досягнение, мы для одного минского приватного коллекционера распрацовали в уголе уникальную экспозицию музей в шафе, случайная шафа открывает, что там экспозиция. Вот это было распрацовано. Но в основном мы любим працовать именно с территориями. Працуем как по домовах, так как працуем, ну и, как говорится, в межах, тыль даследованию, куда сердце кличет. Особенно с тем, что с 2010 года мы затекавились проблемой сторожитного верости, ну вот этого судовного воеводского центра Великого князства Литовского речи посполитой, до побудовы Брестской крепости. В 2010 году были изрублены пыльные попередние працовки, а в 2011 году мы распрацовали работу, которую послали на международный конкурс рестаурацыйный Европа Ностра, ну и он лечится таким Оскаром рестаурацыйных работ. Мы претендовали на номинацию доследования. Вельми приемно, мы до этого часу нагонаримся, что мы первые в Беларуси, кто за час основания о май 30-ти годового конкурса заявлялись на этот конкурс. Наша работа была зарегистрована и с 37 номинантов наша работа заняла 5-е место. Мы решили, что для нас место высокое, мы упомнились, что потенциалы наших специалистов досыть высокие, на отповедном узровне. И вот, когда мы працевали по Беларуси, зараз по Беларуси было просто уникально працевать, потому что, ну, по Беларуси, заховалось досыть багато документов. Виновата архивные графики. И не просто архивные графики, а супердакладная архивная графика, архивные чертежи в основном, и архивные планы топографичные, а это было все связано с тем, что еще в 20-х годах 19-го года было принято решение про побудовую крепости на месте города, и, соответственно, было сделано вельмишмат докладных планов самого города, что дозволило выявить историчную планировочную структуру, сделать супердакладный историко-архитектурный опорный план в привязке до сучасной геоподосновы, до сучасной городобудовничьей ситуации. И плюс еще, перед тем, как руйновать объекты для побудовой крепости, наибольшие великие объекты, а это в первую очередь церкви, костелы, все были обмерены инженерами генерального штаба Российской империи, и выконаны их обмерные чертежи. И весь этот материал находится в российском военно-историчном архиве. В первую очередь этот материал пустила науковые, уже так Алла Сергеевна не обошится Квитницкая, еще в 60-е годах, в 19-е годах, на жаль, на той час не иснавало таких махчымастей и все, как в России, ее можно было делать и она только фотофиксацию делала первую очередь и потом выполняла эти очереди для своих публикаций. У нас уже была такая махчымасть, и махчымасть вельми добрая, потому что любая достичная махчымасть не целая махчинность. Особливо, когда в российских архивах заказывать копии документов, ну это я могу сказать, вот, бачите, нижний чертеж, это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это шесть форматок, а три, это дванадцать форматок, дванадцать форматок, а четыре. Кошт сканирования в российском военном историческом архиве форматка, а четыре, это тридцать долларов. Вот подлечите. Триста шестьдесят долларов, скан только одного документа. А у нас была и финансовая махчимость, потому что в городе Москве живе человек, який володе, а мы 15 процентов пакета акций Лукоева. Каренны Брыщук, урожайец Бреста, он вырос, потом в Москву закинул Владимир Никулик. Мы с ним вельми цитовно контактуем, и он пероссийские доследования, подтримливая вельми добром материале. Он пьетет до своего города Майя, и он навод в тринадцатом годе инициовал распроцовку концепции револитализации территории Брестской крепости. Наши специалисты, и я, особисты, так само працавал в этом проекте. Этот проект Брест-2019 концепцию распроцовывали по подкоровництвам одного работа ведущих методологов в этой галине в Европе, Австрия, Катитера, Бокнера. Ну, покорение нашей работы может и заклали подмурок этой идеи, то, что Микулик заспел до распроцовки полной концепции. А вне жертв своей конкурсной работы что мы сделали? Мы в первую черву мы в первую черву выявили, выявили, вот, поглядите, это, минавито, историчная планировочная структура Бреста, выявленная на конец восемнадцатого, на початок девятнадцатого столетия и вот червоненьким позначены размещения наиболее знаковых культовых объектов. Это комплексы монстров, комплексы кляштеров, костелов церков. Ну, и вот тут вот эта Берстейская синагога, это, в нём буквально уникальный объект, про её можно забыли, кто и две разговаривать, насколько этот объект уникальный. Ну, это ситуация, минавито, сучасная. Это, минавито, план Брестской крепости. Это то, что, зараз, эта территория уявляет. Но, правда, это, минавито, часы Российской империи, потому, что, шмат веке, попутывающие часы Российской империи, на территории крепости не захавались. Вот, это уже докладно сучасная ситуация. Там, 19-е стаботе, это сучасная ситуация. Вот так, эта территория выглядая зараз. Это сумешение усил ситуаций от, и сучасной, и, колись, и снуючей ситуации, проведен был анализ планировочный. И, далее, мы пошли шляхом уже реконструкции того рельефа, и реконструкции, минавито, объектов. Графичная реконструкция объектов, была выконано, минавито, на подставе от мерной документации. Если на некоторые объекты не было проектной документации, то мы просто-напросто работали гипотетичную реконструкцию. Вот это гипотетичная реконструкция по фрагментарным известкам. Это недокладная реконструкция. Тут вы можете поглядеть реконструкции места размещения объектов. Это мужчинские Бернардыны, это сверху язуиты, это августинские костелы кляштер, это тринитарский костел и кляштер, это доминиканский костел и кляштер, это базильянский костел и кляштер. Базильянский костел и кляштер на территории и столичного Бреста в острове между двумя рукавами Муховца и и он один в один по одному проекту сделан, мы его сейчас можем побачить только в Толочене В Толочене доклад не такие же кастелы Кляштор По такому же проекту сделан В померах совпадает, ну, разбежка плюс-минус 5-6 сантиметров Это просто будовничая погрешность Проект один и тот же Это Жамочи, Бернардыны, Бригитский костел и Кляшер Это почти огульные панорамы И вышли на историко-архитектурный опорный план Там, где на иснующую городу будовничную ситуацию наклали историческую планировочную структуру И сделали анализ, что можно обновлять, что можно позначать просто сроками доброго уладкого Заходячи с иснующей городу будовничной ситуацией Потому что, например, в Бресте обучали такие идеи, что крепость побудована за часами Российской империи Тому ее полностью требует сруйновать, как символ российского империализма И отбудовать стародавние верости Мы резко собрать таких подходов Потому что помник любой эпохи является помником своей эпохи Брэйская крепость является уникальным помником фортификационной архитектуры 19-го столетия Тем более, Брэйская крепость уникальна чем? Это одна постоянная крепость на территории Европы, которая не забудована некрепостными объектами То есть практически все крепости имеют забудову Типа там уже жилые ансамбли пошли Типа, например, Брэйская крепость на ватвалых сруйнована Только фрагментарная мураванная фортификация засталась Когда взять крепостью Модлине на территории двух бастыренных мацеваний уже повстали жилые коттеджные кварталы Когда взять, например, бастыренную крепостью Докопилц в Двинску То там, после другой сусветной войны, всю бастыренную крепость А внутри валов целиком плотненько забудованы домами офицерского склада Динобольского советского гарнизона Вся территория крепости Структура оборонших валов бастыренного заховалась, все заховалась А вот территория крепости забудованными на 60-х, 70-х годах, 20-х годах Брэйская крепость, ну, сапрадоуникальна Тем больше, ну, как можно, как можно разглядать уруйнование мемориала Мемориал можно разглядать, как некоторые лечат его вельми таким неудалым смастацким вращением А лишь это склавшийся объект, это так самая историчная память И тому, когда подыходит до регенерации историчной территории, до регенерации культурного ландшафта Треба уличивать все слои, все каштонные слои На территорию Брэйской крепости, это и стародавняя березь Это и сами крепостные фортификационные побудобы Это именно территория мемориала и побудобы мемориала Вот эти три каштонные слои на территории Брэйской крепости, в принципе, можно сполучить И мы вышли с такой вот пропановой по отновлению Что, в принципе, можно отновить два ансамбля кляштерных на территории Волынского умоцевания Жанучий и Мушинский кляштеры Бернардынские Можно на заходняя частка Кобрынского умоцевания отновить в межах былого прадместя Пески Гэта Брэйгицкий касселы кляштер и мануфактуру Тезенгауза Антония Якая в 19-м стабодзе выкористовалась Яка строг и актурма Лишь будынок в 18-м стабодзе Эта вот машина обновить при полной рестаурации Брэйгицкого моста в 19-м стабодзе А Брэйгицкий мост в 19-м стабодзе – это подъемный мост Минавито Мухавейджиш был судноходный Королевский канал, Днепровогубский канал Ёнжиш Актыновый крестовый в 19-м стабодзе И минавито по этому рукаву Мухавлса проходили судны И отповедно для проходу мачтовых суднов Трэпы был уметь разводный мост И гэта минавито разводный мост И можно обновить и Терэспольский мост Терэспольский мост был уникальным мостом И он был минавито подвесный мост В принципе уже проектные работы по обновлению Терэспольского моста подшались Проведена археология, выявлены все его конструкции Океаза столицы опорные Зараз распроцовывается проект Хотя и исполненная конфликтная ситуация Два авторских коллектива распроцовывают проект Один проект пропануется полностью отновить этот мост С усими конструктивными особенностями А лишь для этого треба практически полностью разобрать Терэспольскую браму Каб зарабицы гэта умоцаванье и потом ее отбудаваць Мы резко супраць гэта выступаем Другий авторский коллектив Прапануя смены пэвной Конструктивной особенности моста А лишь интерес пэвную браму Я говорится не чапать Мы подтримливаем Минавито творчую группу такого архитектора Качаровского Зараз И самое главное, что его проект Нават Значна тоннейший Буде у выкананни И хоть за все решение Буде принято на горысть Минавито возле этого больштанного проекта Для того Вот в межах популяризации В межах популяризации Было сделано И еще на мемшерах Вот таких вот Мы их жартом называем Зараз антивирус проверить файлик И он завсюду накрутил Не проверяя файлик Мы сделали такие панорамные Панорамные Вельми цикавые Файлики Там, где можно 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 Практично Полностью Отримать уявление От Тих помников Якие страшные в Бресте Вот это Базильяне Вот это Гипотетичная реконструкция Микольской церкви Там, где уния Была заключена А это Унутренняя простора Унутренняя простора Язуитского коллегиума А вот это Язуитский костел Язуитский костел Ну В принципе В принципе Ну Это уже Сугубо Такий популяризацийный круг А вот Так само Варто Рабить В связи с тем Что Необъемные частки И працы С населенством Это и есть популяризация А вот Такие Панорамные Файлики И они Сопроводы Вельми Вельми цедовно Працуют Шматно Працевали По Минску На вот Одна З наших работ Была Отзначена Отзначена На международном Конкурсе Леонардо В 2011 Годе мы Заняли В номинации Реставрация Регенерация И обновление Историко-культурно-исбаченный Проект Первое место Ну Вот Это Наши узнагороды Мы Просто Распроцовали Эскизный Проект Одновление Правого Боку У улицы Ганблёвай У Минску Гэтые кварталы Были смещены У 60-х годах 20-х Раставодзе Затым В межах Прац По историческому центру города Пачалися проектные працы Мы выступили со своей Прапановой Ну и она была Высоко оценена На международном Узровне Вот Гэта Ну Вот Проектные материалы Якие мы Выставляли на конкурс А лишь На жаль На жаль Гэтый проект Не реализовался В принципе Установочи оценил Заказчик работ Минская Спадшина И уже В принципе Повинна была Спрацовываться Працовная документация По гэтому проекту Уже Шведы Одиннадцатый год Финансовый Кризис В городском бюджете Не стоит Хроничных Сродков И Эту Минску Есть Территория Территория ПДП Новому Минска Зараз Вылучшение До восемнадцатого года После восемнадцатого года Принятие рашения По регенерации Гэтой Территорией Мы пропоновали Вось таки Вось проект Гарвы Канкаму Одновить На коне Дзевятнадцатого Ставодзе Планировочную структуру И забудову Гэтого квартала Там, где вы башите Просто белые кубики Там, где вы башите Белые кубики Гэта просто Нема архивных справов На гэтые объекты И мы Их просто-напросто Когда Рабили Презентацию У нас не было Докладного иконографичного Материала Мы их выявляли Белыми кубиками Для принятия Позднейших рашений Проектных по им Позднее В дванадцатом годе Мы Распрацовали Ну Зрабили Беликое Обгрунтование Проекта Обгрунтованием Звучайно Приходится Займаться Мне Потому что Мне Для моих архитекторов Треба Добывать Материал По якому Я не уже Анализуюсь Я бы принимаюсь Рашения И Рабить Пылные Обгрунтование Гэта По территории Рынков Материала Вельми Багатая Была Знойдена У свой час И И Фотоматериала И Планировочного Материала И Архивного Материала По проектах Практично У всех домов Материал У нас В Огле Я лежу Город Минск Уникальный Город Мабуть Ему Пошенцевало И Тольки Яше Гродно Май Ух Потенциал В Минску У Гродно У Гродно В Национальном Историчном Архиве Яке в городе Гродно И в Минску В Национальном Историчном Архиве Яке в городе Минску Заховались Практично Усе проектные Справы Яке проходили Прозаводские управы Зараз По Минску Собрать Все проектные Справы Можно полностью Зарабить Докладнейшую Реконструкцию Города Минска На 1910 год У Витебска Витебску Не пошенцевало Загэтым Не пошенцевало Елеу Если Взять Беросте То Беростю Пошенцевало Тольки У двадцатые Тридцатые Годы В полном Объеме Заховался Архив Межвоенного Переда Города Будовнейшого Ну Вот Минску Богу ли Я удивляюсь Как эти архивы Перожили другую Сусветную Войну Потому что Архивы Из Минска Не были У Кояван И на всю оккупацию Увела Минска Вот Верите Собель И Не заховались И вот По Этих Расшениях Были Приняты Распрацованный Проект На профессийном Узровне Присутность В нашей команде Профессийных Архитекторов Профессийных Дизайнеров Дозволяя Рабить Проектную Документацию На профессийном Узровне На профессийном Узровне Планы Фасады Разрезы Кожного Домика Яки Был Минамита На Территории Низкого Рынку Праличны Все Площи Перспективные Корыстные Праличны Все Будовничьи Объемы На Кожный Объект Говорится Гэта Уже Передателем Выконкам Гэта Готовая Так званая Инвестпропанова Калейнавад Гэта Буде Рабиться Кожным Инвесторам Можно Подавать Показывать Инвестору И Примушать Его Будавать Минамита В таком Визуализации Ну И Зараз Покажу Вам В конце Проекта У нас Есть Так Самые Визуализации Вот Визуализации И Ось Это Сды Максима Липня 1941 года Историчный Центр На Минску Минамита Историчный Центр Я не беру Ось Улица Советская Это Ось Проспекта Существом Незалежности А вот Историчный Центр Яки Зараз Майя Выстоял На 90% Было Заруновано Низкому Рынку Было Заруновано Сейчас Первый Бомбардировок Минска В 1941 Год Мы Уже Бачили Визуализации Объектов Ну И конечно Историчный Минск В 20-30-х Год Малявали Такие Цудовные Мостаки Як Дучиц У него целая Подборка По Минску И вот тут Есть Цудовная картинка А Она у нас Стоит На Минавита В окладке Есть Мостак Акселерот Родом Минску Мостак 20-30-х годов Дареч Выпускник Вашего Мостакского Технікума Витебской школы Мостак Он Жил В Москве Приезжал часто Минск Равил замалюки С натуры Яго Коллекция Яка Яго Насшатками В Москве Заковывается Мыслами В переписке Так само Дозволяет Что Отчуть Дух Минска Вот Як С картин Шагала Можно Отчуть Дух Витебска Так С картин Акселерота Можно Отчуть Дух Минска Так само Початку 20-х годов 20-х годов Ну В принципе В принципе Что Треба Что Треба Для Таких Утрошеньев Я разумею На узровне Громадским Гэта Рабить Витебску Гэта Рабить На жале Витебску Нема Архитектурного Факультета Нема Той Кузницы Кадров Якую Можна Подключить Работы Займаться Такими Докладными Распрацовками А леш нават На узровне На узровне На узровне Вось Таким Я б сказал Неляличким Усё ровно Усё ровно Можна Працаваць Што Можна Рабить Што Можна Паперше Сбирать Историчные Азвестки Минавито Документальные Азвестки Гэта Впершую Жару Архивные Документы Гэта Архивные Планы Планы Зусёх Публикаций Гэта Працаваць З Иконографии Расшукват Старые Выявы Старые Фотосдымки Я вот Заусёд Глару Што Неаценной Крыницей Для збору Материала По певных Темах У нас З'являются Интернет Аукционы Здымки Першей Сусветной Войны Здымки Часов Другой Сусветной Войны Наших городов Наших поселищах Выставляются На аукционах Сотнями Далее Вельмышмат Выставляются По Витебску Мы заусёдли Аукционы На жаль Мы Витебсками Займались Практично Ничего не набывали Алеш У нас Багатые Подборки По Могилёгу По Минску Багатые Подборки По Гродно Минави Того Материалу И Вся Гэта Саправды Дозволяя Зарабить Уявление А калі Яшше Вся гэта Постарацца Провнаць Сучасные Городобудовничай Ситуаций Одразу Ножна Рабить аналіз На сучасном плане Одразу Можно Позначать Что было Змешено Что засталось Вызначать Зоны Городские И Минави Уже Выспевать До Неких Пропанов А Пропановы Пропановы Архитектурные Сердце Зарабили Альбомчик Три сторонки Такую 3D визуализацию Покровской церкви В Могилёве Якая была Снищена В 50-х годах В 20-х ростоводзе И она стояла В таким уникальном квартале Школеща Покровский Посад По иншему Зараз Гэта просто Пойма Днепра Ранее Гэта была Шильна Забудованная Торитория Там, где у Гугли Житё кипело Потому что там Знаходилась Могилёвская Приставь Там, как говорится Бился Экономичный пульс Города Могилёва Миновитого В этом квартале Там был Бернардынский костёл Там была Покровская церква Бернардынский костёл Конца 17-го площадку 18-го ростоводзе Покровская церква Конца 17-го ростоводзе Холодная Синагога Драуляная Другой половы 17-го ростоводзе Ешива Ну, там Два лямуса Забудовы Ну, цитовный квартал Был И в 11-м годе Специалисты наши Робят Альбомчик С 3D Визуализацией Покровской церквы Различивают Площу Забудовы Объём Будовничий И ягода Альбомчика Зум Могилёва Два альбомчика Разрукованных Проходим Выконкам И Сторожни Выконкам На стол Кладу Думайте Можно Отновить Рату Шо Отновили Сказали А Треба Говорить Б Одновлять Как Не Будовать Новые Церкви Треба Переходить До Одновления Старых Церков Могилёве Навукова Афрунтована Три года Прошло Соспель Процесс В минулом Годе Был Запущены Обновления В этой церкви Нас запросили Распроцовывать Миновито Зробить Архивно Библиографичное Наследование И Распроцовать Эскизный проект В этой церкви Подчас Эскизного проекта У Вогули Ну вот Покровская церковь Выглядала Таким чином Можно наблизить У Подшапку У Концы Девятнадцатого И она Была Перебудована 1863 1869 год Это Праца По капитальному Ремонту И По Перебудове Церквы Эта церква Одразу После Перебудовы Она Зафиксована Дмитрием Струковым Могут Ведаете Такого Досредчика Русского Санкт-Петербурга Он Создал В 60-х и 70-х Годах В 19-х Статуте Вильмич Мацамалёк Уехал По Витебску Минску Продаж Альбом Не знаю Как Витебску Минску Продается В продаже Он Как только он вышел Три годы тому назад Он Каштавал Атомных Грошей Один миллион Величезный альбом Минавито его Факсимильное Выдание Всех его Замалёвок Вот Гэта Замалёвка Як выглядала Гэта церква После Перебудовы Нам Была поставлена Задача Выявить Как эта церква Выглядала Гогли До Перебудовы И Вылучивши Все Особливости Магилёвской Школы Дойвецтва Минавито Магилёвского Варокка Выявивши И Проанализовавши Минавито Иконографию Усих Архитектурных Деталев Гэта церквы После Другой Су-светной Войны Фрагментарные Фотофиксации Гэта Объекта Проводилися Таким Цудовным Нашим Беларусским Наследчиком Михаилом Кацаром Шмот Михаила Кацара Зараз АТСМляет Тольки Беларусским Арнаментом За два года До смерти Кацара Он Поспел Выпустить Великий Беларусский Народный Арнамент Там Где Энциклопеды Арнамента Там Где Трумачение Дадено Кожному Арнаментальному А Сам Михаил Кацар И он Арнаментом Займался Так Просто так Как Побочной Дейностью Займался Маслосознациум Ухаленевые Маслосознациум Все Просто Это его Цикало Основная Его Работа Основная Кола Профессийных Затикало Это Архитектура И Докторская Диссертация Якою он Оборонил В 1952 Годе Я просто Зявляюсь Как В 1952 Годе Как Любая Проява Белорусского Национализма Буржуасного Строго Каралась Как Кацару Удалося Оборонить Диссертацию У его Тема Диссертации Белорусская Архитектура Середина Шестнадцатого Конца Восемнадцатого Ставайте Разумеете Диссертация Я просто Некольки Вот тому назад С ее Изнаемился Просто Уникальная Уникальная Там Где Выявлена Наша Национальная Архитектурная Школа И Вельми Проанализована У нас После Войны Правда Она Нигде не Публиковалась Это Как Диссертационное Исследование Так Никуда И не разошлось А так Широко После Другой Чантурии И Тому Что Он Мегрел И Его Тяжко Было Западозрить В проявах Белорусского Национализма И вот Минавита Чантурия Закладает Основы Сучасной Истории Архитектуры В 70-х годах Уже Врастает Целая Плеяна Новых Специалистов Это Тамара Габусь Петросова Чернявская И Гулагин И Уже К 80-м Годам Школа Историковой Архитектуры В 70-х годах Активно Закладаются Реставрационные Школы Реставрация Это Наследование И Реставрация Имела Величезный Отдел Комплексных Науковых Решеканий Яки Складался Великого Колу Историкова Архитектуры Великого Колу Мастацвознавцев Целых Два Три Сектора Археологии Было Постала Археология Архитектуры Ягалина Якая Зараз Сканала Наш Институт На Межы 90-х годов И 21-х Раставодзе Кончаткова Забил Такую Галину Археология Архитектуры А Усе Специалисты Яке Займаляся Археологией Архитектуры Яны З гэтага Бізнеса Вымушены Были Сысти Гэта И Собаль Гэта Сергей Тарасов И Олег Дернович И Змитер Яцкевич Могут Один Человек Из Реставрационной Зараз В Археологичном Бизнесе А Кушниревич Ирэна Ганинская Ирэна Ганинская Можем Займаться Археологией Археологией Как Таковой Академичной Археологией Прикладной Археологии Архетектуры Археология Археология Архетектуры Стату dos Фотография культурных слоев и именовито возношение артефактов и их идентификация в культурных слоях – это всего только попутный материал. А самое главное в археологии архитектуры – это раскрытие, привязка и фиксация конструкций к культурным пластинам. Это основа – раскрыть, выявить, зафиксовать, фотофиксация архитектурно-археологичной обмеры, привязканная под основу. Это основа археологии архитектуры, это вельми специфичная, и на них можно ей займаться. Я просто могу сказать, когда проводилась археология по Покровской церкви, сама церква конструкции не заховала. Потому что на месте церкви в конце 50-х годов были уладкованы водоканалом Могилевским резервный водоем, запасные такие для водоцебеспечения на 2500 кубометров воды. И, соответственно, при уладковании этого подземного расхода все подморки Покровской церкви были выкинуты. И вот в осенью минулого года под керовницей Игоря Мразилюка Могилевский археолог, загадочной кафедры археологии, были раскрыты эти подморки, и они были раскрыты. Проанализована стратеграфия, были все выбраны артефакты с раскопа, и далее все. То есть академичный археолог не зарабил основного для этого объекта. Это основное пришлось утороплять нам. Нам пришлось шукать геодезиста, делать привязку геодезиста, и сами выезжали с нашими архитекторами, и делали обмеры этого подморка, потому что без этого нельзя было принять конструктивные решения. И широка же, вот, зараз у Богу ли археология наша, особенно на городских территориях, ли она сдаградовала? На жаль, на жаль. Зараз на вот коленке исторических центров белорусских городов проводятся земляные работы, археологи працуют не в режиме доследования, не в режиме фиксации, а просто в режиме археологичного нагляда. То есть из-под ковша экскаватора подбираются артефакты. Это и в Могилеве так, как это в Берасе. Вот в Берасе зараз скандальная ситуация на территории Брынской крепости. Экскаваторная археология так само проходит при проведении прац в Кобринске, в Моцоване, в Минску. В Минске у нас в Богу ли была уникальная ситуация в 2008 году, когда тысячи кубов грунта с культурным пластом на археологичного нагляда экскаваторами грузились с ними и вывозились на смитник. И, на жаль, вот я и говорю, что на жаль не працюе у нас законодавство у сферы аховы спадщины, а не працюе по простой причине, что еще оно недопрацовано. То есть законодавшая правовая простора не запомнена до конца подзаконными нарабатыванными актами и техничными нарабатыванными актами. Ясно, я верю, не шмат вот таких вот дюров, которые позволяют в это законодавство обходить. Все любят обысти в это законодавство, потому что, ну, тогда простей жить и экономятся финансовые сходки. Ну, тогда вердаемся до Покровской церкви. Ну, по Покровской церкви вот нами был распространенный профессийный проект. Ну, это территория измененного участка размешивания церкви, это план этой церкви, это план верхнего яруса церкви, это разрез. И самое главное, мы вышли анализом вот этих фрагментов, якея были зафиксованы кацаром, и анализом аналогичных объектов, мы вышли на выгляд в этой церкви у восемнадцатом стоподзе. Литерально пролешили летним математичным шляхом, и отрымалася церква, якая, в принципе, в стыле Святомикольской церкви, и при обновлении якой, минавинтого школьнища, повышь под Миколе, утворится уникальный ансамбль. Две церкви крыжево-купольных у стыле Махилевского барокко, только розница в том, что церква минавинта Покровская, у параунанни с Микольской церкой, Микольская церква мая просто два боковых притвора, а Покровская церква мая гульбище, вот такую вот галерею закрытую, за место притвора, ну, даже церкви с гульбищами, дровляные, крыжево-купольные, и не убогли были характерны для подднепровского региона, но вот зараз две таких церкви в природе осталось, одна церква с гульбищем в Смолянах, дровляная церква в Оршанском районе, а другая церква стояла в Баране Подорже, на территорию Белцарш-музея народной архитектуры и Попыту, а ранее таких церков было шмар. Ну, вот вышли, математично пролечили все фронтоны, ну и в принципе я лечу, и еще сделали вариант, вот была сделана такая пермудова, в классическом стиле. Коли я особисто займался такой проблемой по этой церкви, як архивно-библиографичное вышуканье, я так само зарабью одно такое открытие. Вы, мабыць, чуреву дачыненне до церкви у другой половы 19-го, початку 20-го стаборця, які будаваліся у таким ретроспективно русским стиле, таким выраз як муравьёвки. Это ж агульно разповсюженный выраз. Я зараз заусюду говорю, што я протестую супраць гэтага термина. Муравьёв ніякого дачынення до гэтаг церков не имел. Просто так супала, так супала, их массово починаюць узвадзіць, кэле муравьёв стал генерал-губернатором на гэтей територій. А по великому рахунку, их бы можно было назвать ціто батюшковками, ціто сімашковками, тому што ідеологія, ідеологія надання православному дойлінству в Беларусі благолепного вида, на такий вот термін був, благолепный вид, була сформулювана в сорокавых годах, 19-го ростоводзі, батюшковам і сімашкам. Сімашка – це був ніяцький митрополіт, який ініцьаваў скасування грык-талецкай царквы. І ўжо з канца сорокавых гадоў, 19-го, 100-го, першы, ось такі царквы, у нас починаюць з'являцца. Тымборч гэта, в прынцэпі, была агульная тендэнцяя па ўсёй таріториі Расійській імкері. Гэтую просто благолепным выгляд закладаецца, як ідеологія для наших землі у батюшковым і сімашка, а на карынных російських таріторях, царквы псевдарускага стылю, гэтую ідеологію выпрацываў такі ось російські архітектора, один зілюбімых архітектороў Миколая Гэтчага, Константин Тон. Константином Тоном было выпущено цэлых някалькі альбомы с тыповыми проектами царквы, и просто на вот проекты не треба було распрацываў. Закар альбома вырваў лист, пашоў в городскую управу, ставили штампик за тюаджаў і будуў царпу. И калі паградзець вот все наши цэрквы другой паловы 19-го, початку 20-го сагодзе ў ретраспіктыўным русским стылю, и пагратаці гэтай альбомчики Константина Тона практична все айны выкананы по тыповых проектах. И таму, в прынцпе, в прынцпе, ну, их яшы можна Тоновкими назваць. Тоновкими, Батюшковкі, Семашковкі, но ніяк не Муравьёвкі. Прому шта так супал. Был бы іншы генерал-губернатор, было б не было б паўстанне, ўсё ровны бы гэтай цэрквы б з'явіліся. Тому шта пайшла тэндэнцэя аульно-расійская, якая загранула і таріториў Беларусі. Калі Муравьёв дачаво і даттычны, гэта просто до перабудовы кастёлов, які шаршэры жэш кастёлов забралі, перадалі под православная цэрквы і перабудавалі ў псевдарускім стылю. Вот дагэтага даттычны токі Муравьёв. Вот гэтаю царгу Магилёвскую в благалепнам выглядзе не перабудавалі. То есть на яйе не поставили ни Цывуліну, нічога, а ёй надалі классічныя рыс. То есть рысы барокко характерныя. Дарэчі, в этот перет, в шайсятых годах, з'явятнадцатого стабоття, былі перабудаваны. Гэта Пакропская царгова Магилёве, гэта Троицкая царгова Магилёве, гэта Петропавловская царгова Магилёве і Успецкая царгова Магилёве, гэта три былі чатыры крыжово-купальныя варочная цэрквы, в адзін перет, всім им нададзе на классічны выгляд. Я просто з'являюся, як не перабудавалі яшы святыми кольску царгу. Яна вот захавала свея рысы. Шо дарэчі, таксамада, помогло нам в праце. Так шо при праце з помнікам, при праце з помнікам, можна яшы ісі шляхам історичныя реконструкція, калі реконструкція науково-агрунтована, калі можна праиналізаваць пэвныя элементы, захававшися зафиксированныя, і зрабіць аналіз, як яны маглі развівацца і калі ёсі аналай. Гэтым шляхам таксамо можна ісці. Гэта при аднауленні аб'єкта в прынцбі все нармальна. Ну, гэта ўже званіцца. Званіцы мы прапанавалі захаваць при узвядзенні званіцы аутентичныя падморкі іх праэкспанаваць. І ось так гэтый аб'єкт будзе виглядаць, а його ўже робець будавнічую дакументацию па нашому ескізному праєкту. І ўже на будавнічій дакументаций візнікаюць пэвнае пытаўні, таму шта існуючая будавнічая праєктная норма і праэлы шмато чым супраць момяць. Вот, зновку, дзірка в законодавць. Дзірка. У нас нема нормовы праўла ў тэхнічнах, які рэгулююць рэстаурацію, ціто рэгулююць аднауленні страчных помніков. У нас при гэтых работах карыстаўцца аульна будавнічными нормамі. А аульна будавнічая нормы вельмі часто разыходяться с прынцапамі захавання аутэнтакі у історико-культурно-испадшини. І ўо ўжо при пааспрацовцы, працованых праєкта па гэтай царке, таке пыта не ўснікаюць. Уже ўчора мне скинули целый список таких проблем. Я гэтая праблему переслал нашому архитектару, і он зараз будзе допомагаць іх варашат. Тому што, ну, ўсё жаке царку треба спраектоват так, як яна павінна будз спраектоват. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор